МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа «Республика» в студии Ольги Пыречкиной. В этом выпуске. Подскользнулся, упал, очнулся. Гипс, резкие температурные колебания сделали улицы-столицы опасными для здоровья. Праздник весны, тепла и обновления. Мусульмане-чуваши отмечают наврус. Сообщи, где торгуют смертью. По звонкам жители в Новочебоксарске закрыли крупный наркопритон. В АЛЛАТРА прошел второй межрегиональный форум социокультурной истоки. Его посвятили 70-летию победы, Великой Отечественной войне и тема воспитания молодежи. На примере героев стало одной из основных. Как реализуется образовательный проект в республике, насколько активно в него вовлекаются ученики, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Забывать о своих истоках нельзя, особенно сейчас. Каждого ребенка необходимо научить уважать историю родного государства. В условиях, когда другие страны пытаются пересмотреть подвиги защитников отечества, эти задачи выходят на первый план. Открывая форум, глава республики отметил, что чувашский народ, как никакой другой, обладает богатой культурой и бережно хранит традиции предков. Эти духовные ценности необходимо передать и другим поколениям. В международной геополитике ситуация непростая. Разные политологи, разные историки начинают спорить, обсуждать, где же правда, где же настоящая правда. И с этой точки зрения сегодня со стороны подходов нашего федерального центра уже единый учебник по современной истории будет, потому что без знания истории нет будущего. Создание необходимых условий для духовно-нравственного развития и формирования личности гражданина России – это важная цель, которая может быть достигнута только благодаря эффективному взаимодействию органов власти, образовательных учреждений, родителей. Воспитывать настоящих патриотов Отечества педагогам помогает и программа «Социокультурные истоки». «АЛЛАТР» является экспериментальной площадкой федерального проекта. То, что первым в республике его начал реализовывать именно этот город, не случайно. Многие называют «АЛЛАТР» центром православного Поволжья, и где, как не здесь, возрождаются истоки. Активное участие в этой работе принимает духовенство города. Слово «образование» в основе имеет образ, корень, образ. Конечно, церковь имеет в виду образ Божий в человеке, но есть сторона и другая сторона, которая именно и проявляется в служении Отечеству – это воспитание настоящего гражданина, настоящего патриота. В рамках учебного курса «Социокультурные истоки» дети углубленно изучают историю родного края, узнают о его знаменитых людях. Важная составляющая проекта – знакомство с искусством и живописью. Эта программа, отмечают авторы, должна приобщить молодежь к истинным семейным ценностям. Программа «Социокультурные истоки» в республике реализуется с 2010 года. Сейчас ее основы поддерживают порядка 100 учебных заведений «АЛАТР», «Чебоксарка», «Наша» и «Аликовского района». Но уже в ближайшее время к ним намерены присоединиться школы и детские сады других муниципалитетов. Глава республики встретился с педагогами города. Как подготовить детей к единому госэкзамену и помочь им выбрать будущую профессию? В Министерстве образования отмечают, что ребят необходимо мотивировать. В девятой школе многие ребята увлекаются спортом. Глава республики познакомился и со школьной сборной по баскетболу. Затронули вопросы создания комфортных условий для обучения учеников. В этом году школе из федерального бюджета выделят более 5,5 миллионов рублей. Средства планируют направить на реконструкцию фасада и замену окон. В ремонте это здание нуждается давно. Оно было построено более 70 лет назад. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Чебоксарская войсковая часть номер 3997 в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. В торжественном собрании приняли участие представители Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России. Служу Отечеству. Для людей, сидящих в зале, это не пустые слова. Часть номер 3997 – одна из старейших в столице. У нее доблестная история. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил высокий профессионализм, мужество и героизм личного состава. Выражаю вам глубокое признательное за то, что вы доблестно выполняете свой воинский долг, продолжаете славные традиции своей воинской части, настойчиво совершенствуете профессиональное мастерство, чем вносите значительный вклад в обеспечение безопасности нашей Родины. Лучшим из лучших были вручены правительственные награды. Благодарности и часы. Одним из тех, кто получил награду, стал Сергей Наумов. Он служит уже в этой войсковой части около полутора лет. Быстро реагируем всегда. На нас возлагают, надеются на нас, на нашу войсковую часть. При случае тревоги сразу первые пойдем мы. Я хочу быть нужным России, чтобы чувствовали, что кто-то есть на охране порядка. За долгие годы часть не раз реформировалась. Теперь она – отдельный специальный моторизованный батальон. Солдаты и офицеры участвовали в сложных боевых операциях. Многие из них погибли при выполнении служебных задач. И о них тоже вспоминали в зале. Как, например, о командире Петре Валькевича. В памяти о нем в Чебоксарах есть улица его имени. Как отметил министр внутренних дел Почуваший Сергей Семенов, служащие в ОНСК части стоят на страже общественного порядка и доблестно выполняют свой долг. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Сегодня стоялась пресс-конференция министра финансов Светланы Янилиной. Главный финансист подвела итоги работы ведомства за прошлый год и ответила на вопросы журналистов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Базовый неблагоприятный и стресс-сценарий. Об этих трех возможных вариантах развития экономической ситуации Светлана Янилина говорила еще в конце прошлого года, когда верстался бюджет года нынешнего. На сегодняшний день события развиваются по второму варианту. Но несмотря на не очень благоприятную обстановку в республике, обязательства социального характера будут выполнены в полном объеме. При любых обстоятельствах все социальные обязательства Чебоксарской республики выполнят перед гражданами. Это социальные выплаты, это пособия разного характера. То, что является прямой обязанностью и полномочий правительства республики. Я уже говорила, что ряд инвестиционных проектов, которые планировалось начинать стройку с этого года, то, соответственно, они будут пересмотрены, исходя из возможностей бюджета. Возможно, мы их и не будем начинать в этом году, а акценту сделаны именно те объекты, которые мы должны завершать. На встрече говорилось и о реализации антикризисного плана. Как известно, он состоит из двух блоков. Первый – обеспечение поступления доходов. Второй – оптимизация расходов. Несколько решений по оптимизации расходов уже было принято решением главы Чебоксарской республики. Это сокращение и госслужащих, это сокращение денежного вознаграждения главой Чебоксарской республики, председателя кабинета министров, председателя госсовета и министров. По словам министра финансов, большая часть средств в этом году направлена на поддержку сельского хозяйства, здравоохранения, на развитие физической культуры и спорта, образования. Увеличены расходы на ремонт и реконструкцию дорог. Евгения Егорова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Ежедневно в мире от наркотиков погибает, задумайтесь, 500 человек. Спасать жизнь – иногда один звонок. В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» каждый житель республики может позвонить по телефону и сказать, где распространяют наркотики. Благодаря бдительности новочебоксарцев буквально вчера сотрудникам наркоконтроля удалось накрыть крупный наркопритон. Специфический запах и постоянные крики, которые доносились из соседней квартиры, насторожили жильцов новочебоксарской пятиэтажки. Поводом для звонка в службу доверия стали и подозрительные личности, которые ежедневно посещали квартиру. В ходе приведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в новочебоксарской квартире был организован наркопритон. Хозяином оказался владелец квартиры – 55-летний мужчина, который ранее уже был осужден по 228-й статье. Его подельницей оказалась 38-летняя женщина. Она занималась рекламой наркотиков, помогала изготавливать наркотические вещества. Городской суд новочебоксарска приговорил основного фигуранта уголовного дела к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на два года, а его помощницу к отбыванию наказания в течение двух лет в колонии общего режима. Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где распространяют наркотики, или хотите получить консультацию по лечению наркозависимости, записывайте номер службы доверия – 23-01-00. В Чувашии проживают 128 национальностей. Все они придерживаются разных традиций и принадлежат к разным конфессиям. Мусульмане всего мира в эти дни празднуют наврус. Разнообразные татарские сладости, яркие узбекские костюмы, необычные азербайджанские танцы. В праздничном калейдоскопе смешались культуры всех народностей. Этот наврус Чебоксары запомнит надолго. С каждым разом празднование весеннего Нового года, как называют наврусо-восточные народы, становится все масштабнее. Мы этот праздник сегодня отмечаем столь масштабно, что он дорос благодаря тем, прежде всего, руководителям национально-культурных объединений, которые у нас в Чувашской республике сегодня работают, уже до масштабов Чувашского государственного театра оперы и балета. Вместе с тем мы помним, как это все начиналось. Мы начинали в Чувашской национальной библиотеке. Потом мы проводили праздник в нашем Чувашском государственном институте культуры и искусств. И сегодня, как уже сказал, это театр оперы и балета. И всегда этот праздник вызывал очень большой интерес. Активными участниками праздника стали студенты Педагогического университета. Одни предлагали гостям продегустировать восточные сладости, другие демонстрировали национальные костюмы. Тут вот чувствуется такая тепловая атмосфера, как будто попали в частичку нашей Родины. Вот тут праздник Новрус, очень дружелюбно. Нам тут очень нравится. Поздравить земляков с мусульманским Новым годом приехала и представитель Всероссийского азербайджанского конгресса. В эти праздники все оживает. То есть и природа, и люди очищаются. И это все дает возможность прощать какие-то обиды и так далее, и так далее. Начинается новая жизнь. То есть в переводе в образ означает новый день. И вот поэтому этот праздник очень приятен и радостен для каждого жителя, поскольку это считается Новым годом, весенним Новым годом. Между тем, ежегодно Новрус отмечают не только в столице Чувашии. Во многих селах и деревнях республики в этот день стол ломится от обилия национальных блюд. Восточные народы считают, чем больше разнообразных блюд и сладостей будет на праздничном столе, тем благополучнее и урожайнее будет грядущий год. В последующие 13 праздничных дней также принято ходить друг к другу в гости и устраивать народные гуляния. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. В этом году МЧС России празднует свое 25-летие. В честь этого в Маргаушском районе стоялись межрегиональные соревнования по спасательному многоборью среди школьников. В них приняли участие ученики общеобразовательных учреждений, а также ребята из Горномарийского района Республики Мариел. Перед началом соревнований участников ждал урок безопасности, из которого они узнали, как правильно оказывать помощь человеку, провалившемуся под лед, и как вести себя на воде в летнее время. После теоретической части полученные знания школьникам предстояло реализовать на практике в физкультурно-спортивном комплексе «Сывлах». Их ожидало плавание в жилетах со спасательным кругом эстафеты и викторины. По итогам всех дисциплин были выявлены сильнейшие ими стали гости из Марийской Республики. Осторожно, гололед. В последнее время погода нас постоянно удивляет. То отепель, то заморозки. Опасной территорией становятся дворы и участки дорог, не имеющие собственников. За окном, казалось бы, вовсю весна, но и зима пока не хочет сдавать своих позиций. Буквально вчера термометр вновь стал опускаться ниже нуля. А похолодания никогда не приходят без своего спутника-гололеда. Можно поскользнуться даже на, казалось бы, чистых тротуарах. У врачей-травматологов вновь прибавилось работы – ушибы, растяжение и переломы. Увеличилось количество переломов. Вывих в растяжении увеличилось количество на 6,5% и переломов на 2,7% по годам. Я в сравнении с 2013-2014 год. Выросло количество уличных травм. С 398 в 13-м, 343 в 14-м и 379 в 15-м. То есть на 15% уличный травматизм вырос. Ну, я так полагаю, что учет сейчас ведется у нас с января месяца по улицам. Острая боль и отек – вот два главных симптома перелома. И в этом случае нужно незамедлительно обратиться в больницу. Если раньше на вызов 03 отвечали операторы, то сейчас на телефоне сидят фельдшеры, которые с легкостью могут вас проконсультировать. Тем более, что травпункт работает круглосуточно. Кстати, первую помощь оказать пострадавшему может и сама природа. Природа все придумала хорошо. Вот на улице снег, гололед, лед. Из-за этого льда мы получаем травмы. Падаем. Вот этот же лед, он лечебным действием обладает. Покой и холод. То есть мы накладываем повязку на эту конечность и максимально держим холод. Целлофановый пакет набираем этого же льда или снега и держим. Боль проходит, отека нет. И человек спокойно может добраться до травмпункта, до травмоотделения, где ему окажут помощь. То есть ни мази, ни кремы, ни в этом случае даже какие-то спасатели глупые. Это не надо ничего. В такое время года очень часто наша обувь превращается в настоящие коньки. Упасть можно в любой момент. Группа физиков пришла на помощь человечеству и разработала оригинальный вариант резиновой подошвы ботинок, которая сохраняет стабильность и не скользит даже при сильнейшем гололеде. Для такую обувь стоит обратить внимание всем жителям республики. Особенно горожанам с юго-западного района города Чебоксары и с улиц Мичмана, Павлова, Горького и Университетской. Ведь именно оттуда очень много обращений с ушибами. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах продолжает работу Международная школа молодежной дипломатии. Старшеклассники, ведущие гимназии и лицеев столицы, учатся через деловые игры, открывать посольство и принимать за зарубежные делегации. А также слушают лекции преподавателя МГИМО. На очередную встречу с будущими дипломатами приехал чрезвычайный и полномочный посол России, профессор кафедры дипломатии МГИМО Павел Федорович Лядов. Просто и доступно он рассказал выпускникам о работе и личной жизни дипломата. Предупредил, что путь от Аташе до посла может длиться десятки лет. Вспомнил о самых ярких моментах карьеры. Вы знаете, мне на всю жизнь запомнились переговоры в Пекине. Переговоры с Китаем по урегулированию пограничных вопросов. Потому что эти переговоры заложили в ту пору, когда у нас с Китаем, ну, мягко говоря, были не самые добрые отношения. Был такой период, к сожалению, в наших отношениях. Но эти переговоры заложили основу того, что мы имеем сейчас, когда Китай стал нашим стратегическим партнером. Договор с МГИМО об открытии Международной школы молодежной дипломатии в Чувашии заключила 4-я Чебоксарская гимназия. Основная задача курса – помочь выпускникам подготовиться к поступлению в ВУЗы, связанной с системой международных отношений. Моя заинтересованность обусловлена во многом, как и заинтересованность нашего гостя. Просто действительно интересно, как живут народы разных стран. Интересен процесс формирования отношений между различными государствами. Интересно то, как поддерживается мир, как заключаются различные соглашения. Все это, на самом деле, очень интересно, и поэтому хотелось бы связать свою жизнь с этой сферой. Товарищество собственников жилья одного из домов поселка Ольгешево ежегодно проводит различные выставки и всевозможные конкурсы. Сейчас в одном из подъездов жители организовали выставку «Наша дружная семья». Она постоянно пополняется новыми работами, причем весьма оригинальными. Вот уже 14-й год подряд жители 9-го дома по улице Розы Люксембург организовывают тематические конкурсы. На этот раз в специально отведенном месте при входе и выходе гостей встречает настоящая творческая мастерская. Здесь представлены работы тех, кто живет в этом подъезде. Идея принадлежит дружному и сплоченному коллективу жильцов. Этот дом был построен для северян в основном, и они очень долго не заезжали. Здесь в основном жило 20 семей. И мы очень сдружились, и вместе всегда собираемся на субботниках. И вот со временем появилась идея проводить выставки. Фантазии каждому участнику выставки конкурса не занимать. В качестве подручных материалов годится бумага, бисер, мотки, пряжи. Уже через неделю будут определены лучшие работы. В качестве жюри выступают, как правило, незаинтересованные люди, соседи из других домов. Именно они определят счастливчиков, которые получат дипломы и ценные подарки. Не первый год в конкурсах участвует семья Ржановых. В этот раз Юрий Михайлович и его 8-летняя дочка Кира смастерили космический корабль. Сперва чуть-чуть, потом лампочки поставили, чтобы горело. Сперва просто тарелки были и диск. Потом решили лампочку поставить, чтобы горело. Жители гордятся своим домом. Здесь любят поздравлять с днями рождения, вывешивать фотографии с общих праздников. И все эти традиции прерывать не намерены. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы Республика в 20.00. Оставайтесь с нами, я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин